Раз, два, три. Этого события в Сочи ждали более 20 лет. Здание морского вокзала Мацеста снова облечет красотой и изяществом архитектурных форм. А главное, оно может принимать пассажиров. Теперь с трудом можно представить, что еще совсем недавно портопункт стоял в руинах и был завален мусором. Реставраторам и строителям потребовалось немало усилий, чтобы воссоздать первоначальный облик объекта. Он, как и другие портопункты, будет передан в аренду тем судовым компаниям, которые возьмутся обслуживать пассажиров в летний туристический сезон, ну и, конечно, если погода позволит и в период всего года. Финальный этап восстановления объекта стартовал в декабре 2014-го. Специалисты реставрировали фасад и более 450 квадратных метров мозаичных полов в интерьере. Воссоздано 800 балясин. Все лестницы и площадки облицованы натуральным гранитом. Морские сообщения, которые мы все-таки должны уже в это лето сделать достаточно эффективными, они, конечно, помогут еще больше быть привлекательным к курорту. Я уверен в том, что для наших туристов вот именно морские сообщения будут очень привлекательны. Морской вокзал Мацеста – одна из визитных карточек Сочи. До 80-х годов прошлого века был важным транспортным узлом курорта. Здание выполнено в стиле неоклассицизма. Сама ратунда имеет диаметр 15 метров. 78 лет назад строительство этого объекта лично курировал Сталин. Курорт Сочи строился как единый архитектурный образцово-показательный комплекс. И ни одна деталь не могла нарушить гармонии, как ее представляли руководители государства. Кстати, подобные круглые по форме постройки, увенчанные куполом, появились тогда в разных частях курорта. В середине 30-х годов строительство портопунктов стало вторым этапом развития морского сообщения как внутри Сочи, так и по всему Черноморскому побережью. Первым шагом тогда стало строительство сочинского порта в конце весны 1934 года. Правда, здание морского вокзала возвели позже, в 50-е, когда ратунда на Мацесте стала оживленным и популярным местом в городе. Сочинцы прозвали ее Чернинница по форме самого здания. Портопункт Мацеста расположен в непосредственной близости от мацестинских источников. Избольняя логическим комплексом, его соединяла железная ветка. В годы войны к пристани подходили корабли с ранеными, которые затем отправлялись на лечение в сочинские здравницы, ставшие госпиталями. В мирное время в здании вокзала были кассы, кафе и танцплощадка Чернильница. По воспоминаниям сочинцев, была особенно популярна в 50-е и 60-е годы. Здесь проходили модные вечеринки, однозначали свидания влюбленные. Предполагается, что и в наши дни после реставрации портопункт Мацеста снова займет важное место в жизни курорта.